Стали известны итоги предварительного голосования партии «Единая Россия». Напомним, оно проходило по всей стране в электронном формате. В Чувашии в нем приняли участие более 180 тысяч жителей. Были зарегистрированы 220 кандидатов в 22 округах по выборам депутатов Госсовета Чувашии и в двух избирательных округах по выборам в Госдуму России и в список партии. По партийному списку в Государственной Думе России больше всех голосов набрала секретарь Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия» Алена Аршинова. Более 128 тысяч. И это один из самых высоких результатов в стране. Подтвердили уровень доверия избирателей действующие депутаты Госдумы Николай Малов, почти 60 тысяч, и Леонид Черкесов, более 37,5 тысяч голосов. Отличный результат показал министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, который впервые принимал участие в предварительном голосовании. Он набрал 52 тысячи с лишним голосов. По одномандатным округам в Государственной Думе России первые места заняли министр образования и молодежной политики Республики Алла Салаева, Более 31 тысячи голосов известны в Республике меценат и общественный деятель Леонид Пронин. Около 22 тысяч. Партия поддерживает и дает путевку на выборы тем, чьи идеи и предложения соответствуют запросам наших избирателей. Электронное предварительное голосование – это хороший способ заявить о себе как о политике. Народное голосование определяет не только победители, но и ближайший резерв партии. Что касается итогов предварительного голосования по округам госсовета, то здесь ситуация такова. Заместителю главы города Чебоксара Николаю Владимирову отдали голоса около 3,5 тысяч человек. Мы можем ответственно заявить, что у нас есть контакт с избирателями, избиратель нас видит и голосует за нас. Борьба была конкурентной и честной. Хотелось бы поблагодарить наших избирателей за то, что нас поддержали в предварительном голосовании. Продолжаем дальше работать вместе. Ректор Чуварского государственного университета Андрей Александров набрал более двух тысяч голосов. Для любой партии систематическое обновление – это ключевая задача. Очень большой интерес проявляет к участию в этом предварительном голосовании не только члены партии «Единой России», но и беспартийные. По отраслевому принципу. В основном это те, кто трудятся в системе образования. Это аграрии, работники сферы индустрии, медики. Вот они составили костяк из 220 претендентов, которые участвовали в голосовании. Вот 46 всего лишь старше 55 лет. Главному врачу Федерального центра травматологии Николаю Николаеву отдано 2515 голосов. Каждый пятый житель Чувашской республики принял в нем участие. Конечно, предварительное голосование – это еще не сами выборы. Они покажут, наверное, только тех лидеров, которые в последующем пойдут на выборы. Но нам очень важно мнение наших жителей. Сейчас мы будем активно работать над программой предвыборной. Она в ближайшее время будет сформирована. Продолжение следует...